В продолжение темы. Центр профилактики детского травматизма в ДТП торжественно открылся в эту пятницу в Твери в одном из классов колледжа транспорта и сервиса. Теперь туда регулярно будут привозить учеников со всего города, чтобы еще раз разъяснить им правила поведения на дорогах. Что касается юных жителей других регионов, то и они без внимания не останутся. Тверичане, проходившие в пятницу утром мимо колледжа транспорта и сервиса, наблюдали непривычную для июля картину. Педагоги и ученики участвуют в торжественной церемонии. Дело в том, что именно в этом образовательном учреждении открылся Центр профилактики детского травматизма в ДТП. О важности события говорит то, что приветственный адрес прислал даже глава региона. Ребята смогут с интересом изучать правила дорожного движения, активно участвуют в уроках безопасности, конкурсах и соревнованиях. Желаю сотрудникам Центра по профилактике детского дорожно-красного травматизма в Тверской области успехов в важной и ответственной работе. Губернатор Тверской области Лигер Михайлович Крубин. Центр разместили в одном из классов. Здесь дети могут изучать правила дорожного движения, знаки, навыки оказания первой помощи. А вот на таком велотренажере можно попробовать применить теорию на практике, разъезжая по виртуальным улицам. Надежда Горбачева одна из тех, кто, несмотря на разгар каникул, навестил родной колледж, чтобы освежить свои знания о поведении на дороге. Это полезный опыт в первую очередь при оказании, допустим, той же первой помощи. Также при потере сознания каких-то ударов, ушибов, все бывает все-таки лето. Все мы катаемся на велосипедах и вполне важно как-то освежить эти знания. Сейчас в России такие центры действуют в 60 субъектах. Тверская область стала одним из 25 регионов, где в нынешнем году тоже заработает такой объект. Его важность подтверждают и в ГИБДД, где лучше других знают, сколько происходит ДТП с участием детей. Только за первые полугодия на территории нашей области зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых, к сожалению, два ребенка погибли и 85 получили ранения. Поэтому старт этого проекта мы всецело поддерживаем, будем оказывать помощь в проведении таких занятий. Центр в Тверском колледже транспорта и сервиса предназначен в первую очередь для учеников областной столицы. Однако про их сверстников из районов не забыли. По муниципалитетам Верхней Волжья будет курсировать вот такой микроавтобус с соответствующей начинкой. Самокаты, велосипеды, светофоры, дорожные знаки, интерактивную доску для презентации различных видеороликов, фильмов, мультфильмов для детей, также презентации подготовленных нашими педагогами дополнительного образования. Разъезжать по районам этот автобус будет круглый год. В таком же режиме в Твери начнет функционировать и центр в колледже транспорта и сервиса. Осталось только уточнить конкретный график его работы.